МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в нашей студии министр образования Оренбургской области Алексей Александрович Пахомов. Здравствуйте, Алексей Александрович. Спасибо большое, что в такой день нашли время и приехали к нам. Наверное, вначале я бы хотела не говорить о чем-то важном, а, наверное, поздравить всех с этим днем, с 1 сентября. Спасибо большое. Для нас это действительно самый главный, самый радостный и самый ответственный день в году, потому что это огромнейшая работа. Подготовиться к началу учебного года – это и рутинный, ежегодный процесс подготовки каждой школы, каждого детского сада, каждого техникума, колледжа к приемке. У нас в этом году все учреждения уже буквально к 15 августа прошли приемку, были приняты, за исключением нескольких десятков, которые для нас это тоже событие очень радостное. В этом году мы впервые в программе комплексных капитальных ремонтов, так называемая модернизация школьных зданий, программа, инициированная по поручению президента Российской Федерации. И в Оренбурге в этом году сразу 26 школ находятся в комплексном капитальном ремонте, то есть прямо от цоколя и до конька крыши, у кого кровля скатная. И 22 школы у нас в этом году уже снова приступят к работе, 4 объекта, очень масштабные ремонты, они переходящие. Четыре из этих школ уже 1 сентября сегодня снова к работе приступили, открылись, остается еще 18, есть простроен график, но все ребята, кто в этих школах учатся, они тоже приступили сегодня к занятиям, кто-то в других помещениях школы, кто-то в других корпусах. Есть даже случаи, когда мы клуб сельский пролицензировали, он действительно соответствует всем требованиям, ребята будут пару месяцев заниматься там, пока их родная школа... Выход такой нашли, получается. Да, 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 не будет полностью обновлена. У нас большое количество в этом году нового современного оборудования пришло в школы, но это отдельная тема. Отдельная тема, я думаю, да. Поэтому, ну, на самом деле мы очень готовились к 1 сентября, и здорово, что мы его начинаем, и особенно радостно, что начинаем его в очном режиме. Вот как раз вы так плавно перешли к следующему моему вопросу. Наверное, все равно в августе все родители так были чуть-чуть напряжены, особенно видя новые цифры по заболеваемости ковидом, когда она стала расти, именно в августе, когда появились впервые за долгое время летальные случаи, и, в общем, Минздрав стал уже говорить о том, что ситуация снова плавно начала ухудшаться. Вот как школы работают в условиях вот этого нарастающего ковида? Как все это будет выглядеть? Ну, у нас сохранился ряд ограничений, но надо сказать, что для нас учение отрадное, правда, и налагает особую ответственность, целый ряд ограничений, действовавших в прошлом учебном году, они сняты. Ну, например, нет на данный момент межклассного разобщения, снят запрет на межклассные, межшкольные мероприятия, но сохраняется запрет на присутствие родителей на подобных мероприятиях. Ну, то есть провести веселые старты, например, мы можем, но, к сожалению, без зрителей. Да, ну, то есть это все равно гораздо лучше, чем когда мы не могли даже там два класса совместить, например, школьный спектакль, какие-то там товарищеские спортивные матчи и прочее. То есть гораздо легче с этой точки зрения. Сохраняется термометрия. Мы очень внимательно следим за развитием событий, потому что видим, что ряд регионов в Оренбургской области этого пока нет. Ну, будем следить за развитием тоже событий, но ряд регионов снова ввел масочный режим в общественных местах. Поэтому в данный момент очень важно, это, конечно, огромная ответственность, и прежде всего для работников школ, не только школ, детских садов, колледжей, техникум, всех образовательных организаций, но и для ребят и для их родителей. Очень внимательно относиться все-таки к тем рекомендациям, которые есть к их соблюдению. Прежде всего то, что точно может сделать практически каждый, за редким исключением, где есть действительно медотвод, это вакцинация, ревакцинация. Это первое, это основное. И если есть признаки ОРВИ, то есть, ну, понятно, что иногда там ребенка не с кем оставить, но надо отнестись к этому предельно внимательно, исследовать рекомендации врачей в школу, в детский сад. То есть все-таки уйти на больничный, если врачи говорят, что, ну, да, сейчас же экспресс-тесты есть, сейчас же это видно в течение буквально нескольких минут. Все-таки положительная, отрицательная реакция, потому что это очень-очень важно для нас, для всех. Потому что сейчас будут организованные детские коллективы, когда дети, вы об этом уже много раз говорили, они в основном переносят без симптом, но при этом вирус в окружающую среду выделяют, являются, ну, заразными, проще говоря, и для родителей своих, для дедушек, для бабушек, для дядей, для тетей. И вот здесь, ну, это ответственность каждого. Где-то поступиться тем, что удобно, комфортно мне, вот мне так проще, я отдам и все, или там, ну, вот я закашлял, нет, ну, блин, больничный, это долго, это надо ехать, его получать, потом надо ехать выписываться, лучше я на ногах, лучше я как-то. Ну, знаете, вот есть выражение, все под Богом ходим, да, и за свои поступки всем отвечать. Поэтому вот в этой ситуации, то есть это речь не о гриппе, это все-таки о заболевании, с которым, увы, но нередки летальные исходы, и здесь, конечно, надо очень серьезно к этому отнестись. Возможен ли вариант, что снова начнется какая-то форма дистанта? Или этот вариант, ну, даже не рассматривается и не обсуждается? Так все от нас зависит, понимаете, в чем дело? Если мы будем соблюдать рекомендации, соблюдать те ограничения, запреты, которые есть, мы же видим, что это работает. Тогда с какими-то ограничениями, может быть дополнительными, но мы будем оставаться в очке. Если мы все будем ходить друг на друга чихать, кашлять, не пойдем на ревакцинацию или на вакцинацию, кто-то еще и первый раз не сходил, да, ну, тогда мы пойдем по тому вектору, который нас уже несколько раз приводил к дистанту. Никто в дистант не хочет, никому он не любит, никому он не нужен, за исключением одного, для того, чтобы прекратить распространение ковида. И вот в этой ситуации мы, это единственная причина, она основная, она главная, она железобетонная, по которой мы периодически в дистант уходили в предшествующем периоде. Будем соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, значит, удастся нам удержаться в очном формате. Будем ими пренебрегать, ну, тогда вектор абсолютно четко имеет целеуказание, где мы окажемся. Очень надеемся, что не окажемся все-таки. Наверное, еще одно очень важное нововведение, которое, ну, как-то так, не столь сильно обсуждалось, это единый обновленный государственный образовательный стандарт с 1 по 8 класс, хотя касается-то большей части, как бы, учеников. Что в нем нового? Да. И вообще, зачем это нужно? Что это за штука такая, чтобы вот мы, родители, это как-то понимали? Ну, со второго начну, зачем это нужно? То есть вот простой пример, кто детей переводил из школы в школу, приходит ребенок, там, учился он в 5 классе в одной школе, пошел в 6-й, в другую школу, приходит на математику, подождите, а мы это в прошлом году проходили. Или вообще я знаю, не знаю. Приходит он, да, на другой предмет, ой, а как вы это делаете? Так, а мы в прошлом году проходили, а мы не проходили. Вот, чтобы от этой ситуации уйти, при том, что по-прежнему образовательная программа остается компетенцией образовательной организации, все-таки предметные результаты от года к году, они гораздо больше в новом стандарте регламентированы. То есть рамка осталась, но границы стали уже, для того, чтобы возможность, ну, первый простой пример, при переходе между школами у детей вот таких сложностей не возникали. Ну, второй момент, который еще более на виду, ушел, например, с перечня обязательных предметов второй иностранный язык. Ну, предмет преподавался один час в неделю. Ну, тут комментарии, как говорится, излишни. Да, я думаю, что это абсолютно точно позитивно воспринято педагогической общественностью. Я думаю, что родители точно так же это изменение воспримут. Ну, и как раз вот из-за этой, ну, скажем так, некой чехарды между школами несогласованности, она не предполагалась согласованности образовательных программ между школами. То есть за 4 года началка, за 9 лет ступень основного образования ребята все равно один и тот же материал получали, но в разное время мы переходим сейчас не первый и девятый, а первый и восьмой, чтобы те ребята, кто дошел до девятого, у них сложности не было. Они как в своей школе по прежней программе учились, так они то, что они за 8 классов не прошли, что было оставлено на 9, спокойно в том объеме без изменений получили. То есть в этом году 9 не переходят, а со следующего года и 9 классы тоже будут уже на обновленных в ПГО. То есть получается, что это не только одинаковая скорость в одинаковое время, но и единые подходы, правильно? Как что мы видим? Здесь более четко регламентированы сроки получения определенных образовательных результатов. То есть, скажем так, единообразие стало больше. Но еще раз, все равно внутри рамки школа имеет возможности для того, чтобы формировать и учебные планы, и рабочие программы по предметам, так, как все-таки считают нужным педагоги, так, как считают нужным методисты. Но на определенные результаты, к определенному времени выйти надо. И это не 4 класс и 9 класс, это все-таки разбивка. По годам. Ну, скажем так, да. Более такая мелкая. – Вопрос. Я слышала, что разработан такой даже конструктор, исходя из которого педагог может просто, ну вот как из лего, собрать образовательную программу себе на год, и что наши педагоги этим очень активно занялись сейчас. – Да, это один из инструментов. На самом деле инструментов гораздо больше. То есть Министерство просвещения очень много внимания уделяет тому, чтобы педагогам было легче перейти на обновленные стандарты, адаптировать свой собственный формат работы, рабочую программу по предметам и так далее. Есть цифровой конструктор уроков, есть модельные программы. Просто можно взять, школа может целиком взять модельную программу. Есть целое направление методической поддержки. А сейчас еще запускается проект «Школа Министерства просвещения». У нас несколько десятков заявок от Оренбургской области, но пока итоги не подведены. Мы не знаем, сколько именно войдут в этот проект. И вот этим школам, кто решил получить статус школы Министерства просвещения, будет оказываться методическая поддержка сразу несколькими федеральными методическими структурами. Это будет касаться и организации обучения, организации воспитательной работы и управленческих механизмов, и это не просто как радио, там вам все рассказали, а теперь делайте. Это обязательно обратная связь от школ, чтобы отследить, в чем возникают трудности у образовательных организаций, с какими сложностями сталкиваются педагоги, с какими сталкиваются управленцы, внести некие коррективы в те методические рекомендации, которые есть, чтобы уже дальше по системе широко вот эти новые методические рекомендации, те материалы, которые идут как вспомогательные, как модельные материалы, они уже учитывали вот эти сложности, и основной массе педагогов было легче все-таки адаптировать свою деятельность к обновленному стандарту. Буквально вот несколько дней назад вы проводили такую большую встречу с журналистами, и коллеги сделали такое предложение в социальных сетях, чтобы люди сами формулировали к вам вопросы. И вот два вопроса, на которые я обратила внимание, что многие родители их задавали, то ли потому что недостаток понимания, то ли мне бы хотелось это, по крайней мере, проговорить, может быть, коротко. Первый вопрос, который был, это вторая смена. Как-то не странно, родители, в общем, говорили о том, что их это волнует, и часть говорила, что мы не хотим, а вот возможности учиться в первую пока еще нет. Это совершенно не странно, то есть вторая смена действительно очень неудобна. Ну, абсолютное большинство пап и мам ходят на работу с утра, ну, понятно, есть у тебя там на двух-трехсменных предприятиях, но их не так много в Оренбургской области этих предприятий, поэтому, конечно, удобно, что мы все вместе уходим и примерно в одно время приходим. Вторая секция. Секции, кружки, тоже основная масса, они работают во второй половине дня, и достаточно сложно найти те, которые работают в первую, для ребят, которые учатся во вторую смену. Сложно контролировать домашние задания. Вообще, общение с ребятами, оно становится иным, чем если ребенок учится во вторую смену. Ну, действительно, вторая смена, это достаточно сложно для родителей. Почему? Ну, абсолютное большинство родителей уходят на работу утром и возвращаются вечером. То есть есть, конечно, кто во вторую, в третью смену работает, но это все-таки исключение скорее из правила. Конечно, удобно, когда мы все вместе уходим, все вместе возвращаемся. Второе секции, кружки, но абсолютное большинство из них работает во вторую половину дня. И, да, есть кто в первую, но это все-таки гораздо меньше, и ребятам здесь сложнее. Сложнее контролировать, ну, и тем родителям, кто этим занимается, контролировать, как ребенок сделал домашнее задание. Да просто пообщаться становится сложно. Поэтому абсолютно понятно, почему мы хотим уйти от второй смены. Ну, и более того, это один из показателей национального проекта образования. Другой момент, что это очень сложная задача, потому что здесь, ну, и, как говорится, и слава богу, демография работает против нас. Ну, вот у нас в очередной год увеличивается число школьников в этом году в школе Оренбургской области на 4,5 тысячи ребятишек. Пришло больше, чем училось в минувшем году. И мы рассчитываем, что еще как минимум 2 года число школьников будет увеличиваться год от года. Но при этом, при всем, у нас доля обучающихся во вторую смену не то что не растет, да, она даже там на десятые проценты снижается. Это при том, что число школьников, еще раз повторяю, ну, там на тысячи человек увеличивается год от года. Благодаря чему? Ну, 6 школ построены, введено в эксплуатацию. Седьмая школа вот сегодня, 1 сентября, открыта в Подгородней Покровке. И еще 7 школ их строительства у нас обеспечены финансированием. Мы четко понимаем, в какие сроки, где эти школы будут построены. И в том числе такие, ну, наиболее востребованные, это по улице Рокоссовского в Оренбурге, это Нежинка Оренбургского района, поселок Ленина Оренбургского района, улица Мурманская. Даже несмотря на то, что первоначально была улица Рабочая, Денис Владимирович уделяет огромнейшее внимание тому, чтобы то, что делается, делалось для людей, никак получилось. И с учетом того, что по Бузулуку все-таки абсолютное большинство жителей говорят о том, что надо на улице Мурманской в первую очередь. Мы достаточно большую работу проделали для того, чтобы объект заменить и будет строиться в первую очередь школа на улице Мурманской. Дополнительные объекты. Мы подавали 9 школ, прошли 3. Значит, пройдут, будут следующие отборы, пройдут еще какие-то школы отбора, значит, будут еще дополнительные объекты. Поэтому задача просто очень масштабная. И главное, что мы ушли полностью от опасности возникновения третьей смены. И это не то, что там... Она была, да? Она была, она была по отдельным районам абсолютно реально. Ну, вот посмотрите, 85-я, 86-я, 87-я, 88-я, 89-я школа, они все в одном практически микрорайоне. Почему? Ну, потому что очень плотная застройка, новая застройка, высотная застройка. Там большое количество людей. Очень большое. И в основном молодежь туда приезжает. И вот там, конечно, и еще одна школа 24-го года сдачи, она будет, ну, чуть-чуть через дорогу рядом с детской областной больницей, но тоже в том же микрорайоне, потому что мы понимаем, что территория очень активно развивается, и надо социальную инфраструктуру обеспечивать. Поэтому все, что возможно сделать для того, чтобы уходить от второй смены, мы делаем, мы очень активно участвуем в федеральных проектах. Это важно почему? Потому что тогда на каждый рубль, что может выделить область, мы можем сделать в два, в два с половиной, а то и в три раза больше. То есть не одну школу построить, если бы мы действовали без федеральных денег, а две-три школы построить. Поэтому для нас очень важно заходить вот в эти конкурсы. И, ну, то есть любые возможности, которые есть, у нас, ну, практически по трем федеральным программам строятся школы. Значит, любые возможности, которые будут предоставляться, мы их тоже будем использовать, чтобы новые школы в Оренбурже строились. Есть какой-то внутренний план, да? То есть к какому году мы забудем слово в второй смене? Или, ну, загадки не бывают. Согласно национальному проекту образования, у нас теперь целевой ориентир 2030-й год. Вот. Но у нас есть ряд территорий, где ее, в принципе, нет. У нас есть территории, где это выравнивается благодаря строительству школ, мы уходим от этого. Здесь ведь вопрос не средней температуры по больнице, а здесь вопрос ситуации в каждой конкретной школе. Ну, очень многое ведь завязано на законодательство. Возьмите школы в сложившейся застройке. Там есть сложившаяся застройка, есть действующая школа. Ее емкость недостаточна. Мы не можем, в отличие, например, дорожного строительства или строительства инженерных сетей, принудительно изъять какие-то земельные участки для строительства школ. Естественно, с компенсацией их рыночной стоимости, но, тем не менее, это невозможно. А как тогда там построить школу? Где ее строить? Ну, сломать эту, чтобы построить новую. Так мы потеряем те места, которые есть уже в этой школе. И 2-3 года там не будет школы вообще. Это, наверное, тоже не самый хороший вариант решения. То есть проблема, она достаточно серьезная. То есть она не только деньгами решается. Это сложная достаточно задача, в том числе и логистическая. Про деньги начали. Хотелось последний вопрос задать. Такой хороший, про хорошие деньги. Перед началом учебного года сообщалось о том, что в 96 сельских школах открыли точки роста, что 39 школ получили большое количество компьютеров. То есть, наверное, это тоже такие обновки, которыми хочется похвалиться. У нас несколько минут. Давайте прям вот так ярко похвалимся. Ну, давайте будем хвалиться. На самом деле не хвалиться будем, будем за ребят радоваться, потому что все, что приходит, оно приходит для ребят. В этом году бюджет развития в системе образования почти 4,5 миллиарда рублей в Оренбургской области. Это новые школы, это ремонт действующих школ, это уникальная практически на фоне Российской Федерации, на фоне других субъектов. Программа областная ремонта детских садов. Мы возвращаем крупный детский сад в Оренбурге в систему образования. Он в следующем году заработает. Ремонты до конца этого года должны быть завершены. 96 точек роста. Все оборудование поставлено. 9 сентября будет торжественная церемония, акция, мероприятие, как хотите называйте, федеральная. У нас все 96 точек в ней принимают участие. Действительно, 39 новых компьютерных классов. Решением губернатора выделены дополнительные средства. И это не по 4-5 компьютеров, как на малые сельские школы возможно делать. Это по 28 компьютеров. Там даже чуть больше получается на каждую школу. То есть это полное обновление компьютерного парка. Не только по информатике. Другие предметы можно использовать, цифровые ресурсы. У нас открывается третье по счету IT-куб. В этот раз в ГАИ. Это минимум для 800 ребятишек. Возможность информатика, робототехника, создания объектов виртуальной реальности, администрирования вычислительных сетей и так далее. Уже входить прямо с новой профессии. У нас 12 новых мастерских открываются в этом году. В том числе 4 по направлению медицинскому. То есть это тоже такая достаточно редкая практика в целом по стране. То есть ребята-медики смогут на новом оборудовании обучаться. И мы на следующий год планируем в Орске. А еще через год в Бузулуке. У нас сразу три площадки зашли в проект «Профессионалитет». 11 групп мы набрали в этом году. Кто будет учиться по более интенсивным программам. Для кого практически гарантировано трудоустройство. И где комплексная модернизация оборудования в техникуме, в колледже до конца этого года пройдет. И еще 5 площадок у нас в этот же проект зашли на следующий год. Поэтому и в системе среднего профессионального образования, и в системе общего образования, и в дошкольном образовании. Просто невооруженным глазом видно, что меняется к лучшему. Это все для ребят Оренбургской области. Чтобы у них была возможность с интересом в школе учиться. Чтобы у них была возможность как можно быстрее осваивать те профессии, которые востребованы. Становиться на ноги, становиться самостоятельными, становиться полноправными членами общества. И создавать свои семьи. Для того, чтобы Оренбуржья дальше развивалась. Развивалась динамично, успешно. И все начинается, конечно, с детей и молодежи. И мы делаем, я думаю, что все-таки очень много для того, чтобы это развитие шло. Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли в нашу студию. Хочется еще раз поздравить вас и ваших коллег с тем, что сегодня они пришли в школу. И, в общем, увидели своих учеников. Учеников.